всем привет сегодня я опять разбираю планировку из пинтереста которые отличаются красочностью супер подачей объемностью и так сказать таким эффектом вау смотришь сверху и такой вау как круто но сейчас мы с вами разберемся действительно ли здесь все так круто как выглядит на первый взгляд поехали ну что такое ну рекламная пауза ну что такое ну а это рекламная пауза товарищи в которой я расскажу вам о своей услуге называется она разбор планировок дело в том что вы можете прислать мне планировку своей квартиры а я сделаю эскиз вашей планировки с учетом всех своих знаний которые я применю и сделаю так чтобы ваша квартира стала удобной функциональной и в будущем красивой ведь планировка это 50 процентов всего дизайна как говорят все самые знаменитые дизайнеры в мире обращайтесь ссылочка в описании передо мной квартира которую некоторые называют евро однушка почему потому что есть одна комната спальня а вторая комната большая которая объединяет в себе и кухню и гостин и вот такая вот евро однушка ну красиво же звучит давить евро главная приставку евро поставить и будет вообще все за шибизи смотрим заходим в квартиру и попадаем в прихожую есть небольшой шкаф это хорошо отсюда же есть вход в ванную пускай она небольшая но она есть боже мой здесь есть ванная раковина причем раковину то поставили напротив входа прямо напротив это правильно ведь это значит что люди знают о том правиле которое гласит заходишь в интерьер заходи на красоту вот раковина самое красивое место стиралку спрятали в угол тоже хорошо молодцы подумали вот идем дальше заходим в спальню в спальне у нас кровать тумбочка шкаф кстати не очень большой ну как небольшой но два метра может быть и хватит есть велотренажер люди любят заниматься спортом это хорошо кстати почему велотренажер не поставить на балкон балкон то утеплить можно а велотренажер то можно туда поставить гораздо приятнее крутить педали и смотреть в окно все равно же так приятнее чем просто в стену да и потом любой велотренажер там грибной тренажер штанга гири это же такой технический инвентарь который красоты в интерьер ну никак не добавляет поэтому вся красота сразу пропадает как только вы ставите вот эту хрень старайтесь куда-нибудь ее убрать на балкон отличный вариант идем дальше кухня гостиная привет из двухтысячных вот так вот именно вот так вот в двухтысячных делали кухни очень любили скошенные углы внизу наверху любили еще придумать какую-то хреновину вот такую вот загнутую вот прям какой-то фетиш был вот на какие-то вот эти вот странные формы кухни за мной тоже грешок водился я рисовал какие-то вот такие странные кухни пока наконец не понял что это неудобно некрасиво и нафиг никому не нужно потому что стоит в два раза дороже чем просто обыкновенная кухня которую функция которой просто на ней готовить кухню вообще по максимуму надо скрывать в общем пространстве чтобы она и на кухню то было не похоже правильно зачем выпендриваться с этой кухни вот как здесь вот и получать такой вот странный непонятный результат дальше стол который опять прижат к стене это вообще отвратительно этого делать не надо всегда засаленная стена и какая-то такое ощущение что знаете у дизайнеров которые это рисуют у них в голове центрифуга которую включают вот так и у них все по стенам разматывается вот чем лучше вот так вот размоталась все по стенам и размазалась то тем лучше зачем отодвигайте мебель от стен вы подарите людям ощущение простора воздуха а так ничего вы им не дарите кроме кроме дискомфорта вот сижу я за мной холодильник там сзади тут стена ряда в которую я локтями упирают стена засаленная кому это надо непонятно идем дальше опять угловой диван к это тоже какая-то фишка вот все любят угловой диван нафига он нужен угловой диван он только сжирает пространство почему нельзя поставить просто прямой диван с каким-нибудь прикольным пуфом куда можно ноги вытянуть не нужен пуф отодвинь его нужен столик положить дощечку сверху будет тебе столик столько есть приемов дальше стоит классическая стенка ну такая знаете как в советском союзе ставит такая стенка поэма стенка поэма зачем она жирает все пространство не надо этого ничего делать ребята ну что такое то вы уже в котором веке то мы живем 21 но посмотрите современными глазами так сказать на современный мир что сделать то с этим такое давайте я вам такое очень странный вариант предложу но почему нет ну по хулиганин так сказать предположим что эта квартира находится на втором этаже на первом нежилое пространство а это значит что мы можем менять мокрые точки местами ну может же такое быть может поэтому фантазируем как можно нафантазировать я бы сделал вот так я бы удлинил шкаф вот таким образом и увеличил места хранения вот этот вот метр даже метр двадцать я бы использовал по то чтобы сюда взять и передвинуть стиральную машину в шкаф но почему нет нафига он мне этот предмет нужен в ванной где я может быть хочу релаксировать вот лежать в ванной и песни петь там музыку слушать а вот это вот напоминание о бытовой жизни о стирке о помывке мне мешает вот сосредоточиться мешать надо убрать короче и вы тоже убирайте дальше заходим вот в такое пространство и вот это все вот все большое вот это вот место я постараюсь использовать под общую территорию а кровать кровать я уберу вот сюда вот сюда кровать и уберу вот поставлю вот сюда кровать а сюда вдоль стены я поставлю шкаф вот это все я буду закрывать какими-нибудь шторками или перегородками как многие любят шторки у нас почему-то недолюбливают а вот перегородки любят шторки можно сделать ну тысяч за 100 классные а перегородка будет стоить но тысяч четыреста хорошая а классно 800 а супер классно миллиона два в общем поняли да хотя и шторки можно за 2 миллиона повесить если вы не знали текстиль очень дорогой так вот в освободившееся пространство я бы уже поставил кухонный гарнитур остров стол диван прямой и телевизор смотрите как красиво выстраивается композиция и ведь если подумать то мы основную часть нашей жизни проводим именно в этом общем пространстве мы готовим потом садимся за стол кушаем потом падаем на диван смотрим телевизор общаемся с друзьями и вся движуха происходит именно в этом месте они в спальне а спальня нам зачем прийти спать лечь ну может чем-то еще позаниматься если повезет но все равно это же делается так сказать в интимном уголочке мы хотим куда-нибудь немножечко так сказать задвинуться ну и когда у нас так сказать вот такие стесненные площади то почему бы не перестроить свое мышление и планировку соответственно почему бы нам спальню не задвинуть в тот самый темный угол пусть мы спим и нам наоборот чем темнее тем лучше а сейчас здесь кухня зачем здесь кухню сделали проектанты непонятно здесь же самое темное место а здесь куда я предлагаю передвинуть самое светлое напротив окна готовишь смотришь в окно ну правда ведь чудесно ну правда же пишите в комментариях насколько чудесно у меня получилось но или не чудесно тут уж вы сами решайте напомню мы предположили что так делать можно потому что под нами не жилое пространство значит кухню передвинуть можно ну пофантазировали немножко на этом все ставьте лайк и жмите на колокольчик подписывайтесь на канал всем пока да прибудет с вами удобные планировки подписывайтесь на колокольчик